Так вот, учитывая складывающиеся вокруг этого законопроекта «Общественный адриотаж», я тоже считаю, что принятие закона следует отложить на осень. А эти три месяца летних посвятить рассмотрению трех основополагающих вопросов. Причем, я сразу рад, что я свое выступление готовил вчера, познакомился сегодня с резолюцией. Так вот, сама резолюция практически меня не устраивает, а вот все рекомендации, которые на второй странице идут, практически по всем ним я согласен. Вот такой немножко странный факт, но это я объясняю только тем, что я рассуждаюсь только лишь как специалист по пиару, специалист по коммуникациям, специалист по интернету. И абсолютно себя всегда дистанцирую от политики. А здесь идет немножко все-таки в сторону политических каких-то моментов, что, на мой взгляд, не совсем правильно. Так вот, теперь по существу. Я считаю, что государственное регулирование равно цензура. Оно нужно и возможно. Другое дело, как это будет осуществляться? Если сравнивать с тем же дорожным движением, либо мы будем ездить по прекрасным высокораскорным трассам, четко очерченной дорожной разметкой, исправно работающими светофорами и правовыми гарантиями для каждого участника дорожного движения, либо будем ругать то неправных законодателей, то нерадивых дорожников, то гаешников-взяточников. То есть, главное, нужны четко сформулированные законы, разработки которых участвовали бы ведущие эксперты в области телекоммуникации, СМИ, электронной коммерции, о которой сегодня, кстати, вообще не упоминали и так далее. Потому что интернет сейчас давно уже вырос за рамки СМИ или просто телекоммуникации, отрасли связи. Это действительно сфера, которая оплатывает всю нашу жизнь. Далее. Что касается тем, которые должны регулироваться. Здесь я об этом уже говорила, я повторяться не стану. Часть из них относится, собственно, к средствам массовой информации, часть относится к каким-то правовым аспектам моего отношения в телекоммуникациях, в отрасли связи. Но, здесь вот такой интересный момент. Дело в том, что не следует думать, что нам поможет заграничный опыт. Здесь все время говорят то на ОБСЕ, то еще на какие-то меморандумы, конвенции и так далее. Но дело в том, что мир сейчас находится на распутии, определяя свое отношение к интернету. Это касается всех областей человеческой жизнедеятельности, которых он касается, и на которые уже начинает очень сильно влиять. Ведь даже обсуждаемый нами злополучный законопроект, он затрагивает не только пространство сайтов, как сообщество сетевых СМИ, а линии связи, точек доступа в интернет, домена «Хольстинговые дела», о которых Игорь Михайлович упоминал, нормативно-правовую базу взаимоотношений субъектов интернета вообще и косметов в частности. Ну и такое подтверждение вот этой мысли. Смотрите, что получается. Когда, допустим, идет спор о каких-то авторском лицензионном праве, противники законопроекта, они говорят, что уже все давно все сложившиеся в мире, в цивилизованном мире взаимоотношения между правообладателями и потребителями информации уже устарели, что для нас они не актуальны и, соответственно, можно не выполнять. То есть отсюда все эти торрент-трекеры с нарушением прав, отсюда перепечатки без упоминания и так далее, и так далее. А вот когда речь заходит о свободе слова, вот тогда тут же мы сразу начинаем кивать на демократический запад. Если давайте смотреть, как у них все это обстоит. Мне кажется, это все-таки большой рукав. То есть не так все просто и не так все однозначно, как может показаться и как нам иногда представляют. Так вот, резюмируем. Интернет давно уже перестал быть саморегулируемым пространством вне границ и законов. Вместе с названиями «Рунет, Войнет, Казнет, Интернет обрел границы и законодательные рамки». Ну и один вопрос к Ирине Медниковой. У вас есть хоть один сайт общественно значимый? Общественно значимый, вы имеете в виду сайтов «Борик»? Нет, вообще тот сайт, который действительно посещаем, который действительно имеет влияние на общество, не «прок» даже, я говорю, а именно общественно полезный. У кого? Да, вы говорите, у вас есть у меня личку? У, скажем так, у активистов движения «Соргон и Интернет». Мы сами корреспонденты газеты «Республика». Мы работаем также на портал «Республика». Я считаю, это очень, вообще, незначенность. Это работа, а я как раз говорю о другом. То есть, чем флешмобу устраивать, нужно реально Казнет развивать. Вот я о чем говорю. И когда мы плачем, что Казнет и Яппу сайтов, это наша беда. Потому что мы, вместо того, чтобы делом заниматься, по ночам, или там, не знаю, как угодно, по воскресеньям, субботам, мы флешмобу устраиваем и проводим митинги.